Одежда для ведущих предоставлена магазином Монтон. В Калининград идет сильнейший циклон. В Европе его уже прозвали Святым Иудой. Без электричества осталось 200 тысяч европейских семей. Движение в городе будет парализовано на сутки. Также весь вторник в Калининграде будет действовать сухой закон. Все это для того, чтобы жители запомнили этот уникальный день. Штампы в загранпаспорте теперь придется считать внимательнее. Польское воеводство ввело новые правила пересечения границы. Калининградцы уже несут убытки. В торговом центре на подростка упала гипсокартонная плита. Родственники возмущены и просят разобраться руководство в причинах ЧП. В зоопарке образовался любовный треугольник. Новые обезьянки размером с человеческую ладонь строят свою любовь. Здравствуйте! В эфире служба новостей «Город» в студии Мария Лукьянова. Главной теме. На Калининград надвигается циклон «Цветой Иуда». По данным синоптиков, он уже захватил север Европы. Более 200 тысяч домов во Франции и Англии остались без света. А местные авиакомпании уже отменили десятки рейсов. Не сорвет ли непогода проведение эстафеты Олимпийского огня в нашем городе? Ведь, как сообщают информагентства во многих городах России, именно ненастная погода может сократить время проведения эстафеты. Мы решили узнать у сотрудников Калининградского гидромедцентра, что ждать жителям Калининграда и гостям нашего города в этот уникальный исторический день. Сегодня ночью над нашей областью особо страшного ничего не будет. Ветер будет средняя скорость где-то 6-11 метров в секунду, порывы 12-17 в основном по области. А на побережье могут быть порывы до 20-23 метров в секунду. Порывы 20-23 по западным районам. Конечно, это не то, что 25-30 метров послабее, но что-то может и случиться. Но уже завтра, по данным Калининградского гидромедцентра, штормовой ветер утихнет. Осадков также не ожидается. А на протяжении недели температура воздуха не опустится ниже плюс 10 градусов. Завтра Калининградская область принимает эстафету Олимпийского огня. Ее маршрут пройдет по главным достопримечательностям – Курской косе, Светлогорску, Кафедральному собору и другим. Общая протяженность маршрута – 20 километров. Сегодня журналистам показали чашу Олимпийского огня. Завтра ее зажгут на конечной точке эстафеты на Площади Победы. Участие в ней примут 100 факелоносцев. Глава Калининграда Александр Ярошук уже обратился к горожанам с предложением устроить в этот день выходной. Движение в городе начнут ограничивать уже сегодня вечером. А следующий день будет перекрыто более 70 улиц. Где в Калининграде пройдет главный символ Олимпиады Сочи-2014, смотрите в следующем материале выпуска. В Калининграде эстафету стартует в 17.00 возле Бранденбургских ворот. Факел пронесут мимо Фридландских ворот – рыбной деревни Кафедрального собора. В 18.20 пламя окажется у Королевских ворот, а через час уже у мемориала 1200 гвардейцам. Финиширует Олимпийский огонь на площади Победы в 20.10. После этого всех будет ждать концерт латвийской группы «Брейнсторм». Городские власти просят воздержаться от пользования личным транспортом. Движение начнут закрывать сегодня в 9 вечера с улицы Багартиона на участке от Ленинского до Железнодорожной. Завтра постепенно перекроют весь центр города. Будут работать эвакуаторы. Просьба убрать свои автомобили с маршрута эстафеты. И в продолжение темы. Во вторник в Калининграде на сутки введен сухой закон. Также во время проведения эстафеты Олимпийского огня в Калининград будут стянуты полицейские со всей области. О том, как планируют работать стражи порядка, нам рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Анатолий Команицын. Около 3000 сотрудников будут обеспечивать безопасность данного мероприятия. Естественно, улицы города, где будут проходить эстафеты огня, будут перекрыты. Приняты меры безопасности. Они будут оцеплены сотрудниками полиции, волонтерами, представителями казачества. Кроме того, администрации города принято решение об ограничении продажи алкогольной продукции с 14.00 часов 29 октября 2013 года по всему маршруту следования Олимпийского огня. Вслед за ростом цен на куриные яйца могут серьезно вырасти цены и на другие продукты, а также импортные товары. На этот раз серьезные проблемы у автоперевозчиков из-за внесенных поправок в правила подсчета дней пребывания в шенгенской зоне. Десятки калининградцев остались без работы, а некоторые предприятия и вовсе встают. Кому выгодны такие изменения и есть ли выход, узнавала Анастасия Данникова. Все, приехали. И приехали надолго, а сразу до декабря. Павел Арестов оказался в буквальном смысле заложником визовых изменений. Просто приехал и все, и меня вернули. Без всяких предупреждений, хоть где-то кто-то хотя бы предупредил. В принципе и так на год дается всего 180 дней пребывания. Полгода работаешь, полгода дома сидишь. По старым подсчетам у него еще 45 дней пребывания в шенгенской зоне, а по новым уже 100. Нет работы, нет зарплаты, 60 тысяч рублей как с куста. А дома семья и кредиты. Заложниками этой же истории оказались и десятки других дальнобойщиков. Говорят, эти изменения выгодны Европе, а им не дают работать и выживают с рынка перевозок. За нас никто не хочет заступиться, потому что если нам режут эти дни, придумали сначала одни дни пребывания, все равно оказывается мы много ездим. Теперь придумали другие, чтобы мы меньше ездили. То есть наш рынок перевозок займут иностранные перевозчики. В основном поляки. Которых какой проблемы нет. И самое интересное, им открывают визы, пожалуйста, работай не хочу, 365 дней пребывания. Никто даже не считает эти дни, наши пограничники. И эти изменения коснулись не только автоперевозчиков, но и туристов. Теперь подсчет дней ведется несколько иначе. Если раньше полгода отчитывались с момента выдачи визы, то теперь каждый раз с момента пересечения шенгенской зоны. Из-за внесенных поправок цены на продукты и другие товары могут вырасти на 15-20%. Теперь автоперевозчик вынужден сажать на одну фуру не одного, а сразу двух водителей. А это получается накладно. 60% дальнобойщиков вынуждены оставили работу. Фуры простаивают, а предприятия несут огромные потери. Некоторые и вовсе закрываются. 600 тысяч в неделю терять предприятие в связи с этими новыми правилами по счету дней пребывания в Евросоюзе. Ну не только наши, это все перевозчики. У некоторых перевозчиков вообще транспорт остановился, так как у них очень мало машин и водителей некому заменить. Новые правила вступили в силу 18 октября. Их подтвердили консульские отделы посольств Финляндии и Польши. Хотя Медроссия официальных уведомлений от Евросоюза пока не получал, автоперевозчики все-таки несут ответственность. Более того, кто ушел сейчас, мы это узнали, когда выходили, нас возвращали. А тот, кто ушел, уже для них тоже это действие вступило в действие, в силу. Значит, когда будет возвращаться, возможно, их остановят, скажут, что вы нарушили визовый режим, год лишения визы. Вот такие мы тоже боимся, рассматриваем, уже ищем варианты. Автоперевозчики уже отправляют ходатайство в Генеральное консульство Польши. Сами же дипломаты ситуацию пока не комментируют, но обещают сделать это в трехдневный срок. Мы будем следить за новостями и расскажем вам о них в наших ближайших выпусках. Анастасия Данникова и Максим Кириченко. Служба новостей. Город. Калининградец устроил погоню в Вильнюсе. Об этом сообщает сайт 39.ру со ссылкой на комиссариат города Вильнюса. 28 октября около 4 часов утра в литовской столице неизвестный врезался в припаркованное такси и снес дорожное ограждение, уходя от погони. По предварительным данным, водитель был калининградцем и не остановился по требованию инспектора. Вследствие чего за нарушителем отправили два наряда полиции. Также сообщается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. В данный момент все обстоятельства дела выясняются. Новость, которой обрадовались, наверное, не только жители Калининграда, но и всей соседней республики Литва. 28 октября Роспотребнадзор опубликовал на официальном сайте список требований, которые выдвигаются к литовским производителям. Документ стал итогом пятидневного визита российских экспертов в соседнюю республику. Прежде всего, Роспотребнадзор попросил установить причины появления в продуктах, опасных для человека веществ, фталатов. Во-вторых, обеспечить соответствие указанного на этикетке состава фактическому содержанию. Также литовским производителям нужно будет перевести на русские все документы, на товары и обеспечить российские требования к их маркировке. Потребовал Роспотребнадзор и повысить ответственность производителей за качество продукции. Отдельно российская сторона предложила наладить обмен оперативной информацией. Напомним, литовское молоко и сыр перестали поступать в Калининградские магазины 7 октября. Согласно указу экс-главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, ввоз литовской молочной продукции был запрещен на территорию всей страны. В свою очередь, Литва всячески пыталась доказать обратное. Президент угощала гостей продуктами местного производства. Потом политики устроили своего рода флешмоб, где в рамках официальных встреч раздавали сладкие сырки. И только спустя несколько недель российская сторона отправилась с проверкой в Литву. Смотрите во второй части нашего выпуска. В торговом центре на подростка упала гипсокартонная плита. Родственники возмущены и просят разобраться руководство в причинах ЧП. Чиновников пересадят на отечественный автопром. Причем хотят этого сами депутаты. В зоопарке образовался любовный треугольник. Новые обезьянки размером с человеческую ладонь строят свою любовь. Эти и другие новости после короткой рекламы. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. ЧП в торговом центре Европа. На одного из посетителей обрушилась часть потолка. Кусок гипсоплиты рухнул в тот момент, когда 17-летний коленинградец Евгений Шейн ехал на экскалаторе с другими посетителями торгового центра. После в интернете появилась информация от родственников. По их словам, руководство утверждает, что пострадавших нет. И последствия сейчас устраняются. Нам удалось встретиться с Евгением. К счастью, сильных травм подросток не получил. Оделался лишь испугом. Я ехал с другом на экскалаторе, на меня сверху упала гипсокартонная плита. Ну, видно до того, что промок потолок. Как упал он на спину, на плечи, ну, не особо больно, еще бы немного упало мне на голову. Сейчас место происшествия оцеплено красной лентой. Экскалатор временно остановили. В свою очередь администрация торгового центра разбирается в причинах обрушения. По предварительной информации, 27 октября 2013 года около 16.00 в результате отслаивания декоративного элемента потолка произошло падение сегментов штукатурки. Были оперативно приняты меры по обеспечению безопасности посетителей. Эксплуатирующая организация проводит проверку причин отслаивания штукатурки и устраняет выявленные дефекты. Приносим извинения посетителям за неудобства, вызванные проведением работ в центре. На Курской косе построят жилые дома. У калининградцев появится 5 новых праздников, а чиновникам запретят ездить на иномарках. С этими и другими не менее интересными новостями вас познакомит моя коллега Кристина Булыцына. Нашей постоянной рубрике короткой строкой. Здравствуйте. Внимание всем водителям. 29 октября закроется движение на трассе Калининград-Приморск. Это связано с ликвидацией железнодорожного переезда. Недоступным для автомобилистов станет участок дороги от поселка Парусное до Круглова. Там установят временные дорожные знаки. Объехать участок можно будет по Балтийской трассе. За помощью губернатора предприниматели Старой Башни отправили письмо Цуканову с просьбой о срочи срок сноса павильонов. По их словам, по договору им обещали выделить торговые помещения в другом месте. Однако свои обещания власти не сдержали. Теперь предпринимателям некуда идти. К тому же у многих близится горячий сезон продаж. На месте павильонов планируют устроить фан-зону к чемпионату по футболу. Чиновники останутся без иномарок. По новому законопроекту им запретят покупать автомобили, собранные за пределами России, Белоруссии и Казахстана. Правда, ездить только на Ладах и Волгах власть имущим не придется. В Калининграде, например, есть концерны BMW и Audi, поэтому машины этих марок разрешены. А вот Мерседесы пока остаются под запретом. Закон начнет действовать уже с 1 января 2014 года, если будет одобрен депутатами. Пять новых праздников для калининградцев с такой инициативой выступил депутат Олег Булычев. Он предлагает отмечать день взятия Кёнигсберга 9 апреля, день основания Калининградской области 4 июля, день герба и флага региона 9 июня, праздник последнего звонка 25 мая и праздник выпускников общеобразовательных школ в один из дней последней декады июня. Новые праздники могут появиться в регионе уже в следующем году. На Курской косе появятся жилые дома. Министерство природы выдало первое разрешение на строительство. Здание появится в поселке Рыбачий. Территория уже прошла экологическую экспертизу федерального уровня. По сообщению пресс-службы национального парка, это здание положило начало цивилизованному и экологически безопасному способу застройки территории Курской косы. Курсы валют на 29 октября. Доллар США – 31 рубль 89 копеек. Евро – 43 рубля 90 копеек. Литовский лит – 12 рублей 72 копейки. Польский злоты – 10 рублей 49 копеек. Самая маленькая обезьянка в мире поселилась в Калининградском зоопарке. Миниатюрный зверек помещается на ладони человека. Пока мармазетка на карантине, к нему никого не пускают. Но для нашей съемочной группы сделали исключение. Как выяснилось, игрунка далеко не единственный новый обитатель. Пока малыш только привыкает к новым условиям, много времени это занять не должно. В неволе этот вид приживается хорошо. Ему нравится наблюдать и изображать мимику посетителей. Любимые лакомства – овощи и фрукты. Да и в таком вольере маленькой обезьянке просторно. Разве что одиноко, но ненадолго. Скоро сюда привезут еще двух самочек. Будет самый настоящий любовный треугольник, смеются сотрудники зоопарка. Нрав у этих зверьков очень любопытный, хотя по размеру не скажешь. Ну, так как это одна из самых мелких обезьянок, даже если он вырастет, там, пару-тройку сантиметров, зрительно это будет не видно. Хотя, в принципе, он чуть-чуть подрастет, да. Потому что это все-таки молодняк, половозрел они в два года, значит, до двух лет он будет расти. Кроме игрунки в зоопарк привезли нельских крыланов. Их еще называют египетскими летучими собачками. Появились и довольно жуткие обитатели – пауки, птицы, еды, мадагаскарские тараканы, а также скаты. Сейчас все животные на карантине. Увидеть их можно будет ориентировочно к концу ноября. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если и вы стали свидетелем необычных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 91-94-04 или пишите на наш электронный адрес канал1sobacamail.ru Напоминаю, что в студии с вами была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам новостей. Одежда для ведущих предоставлена магазином «Монтан». Субтитры создавал DimaTorzok